Реванш в Карабахе это не платформа, это маргинальные мечтания небольшой, но громкой группы людей, заявил Вестиас-обозреватель российского издания Коммерсант, эксперт Российского Совета по международным делам Алексей Наумов. Уверенность в победе Никола Пашиняна у меня складывалась из двух факторов. Первый – политехнологический, так как он сам объявил о проведении досрочных выборов и, очевидно, как опытный, умелый и хитрый политик, он их бы не объявлял, если бы не был уверен в своей победе. И второй фактор – политический. Мы видим, что оппозиция Армении была раздроблена, не было единства, постоянные споры и склоки, не было общей позиции и платформы, которые могли быть разумными. Потому что реванш в Карабахе, это не платформа, это маргинальные мечтания небольшой, но громкой группы людей, заявил Наумов. По его словам, Пашинян вместо реванша предлагает экономическое восстановление и процветание. Очевидно, что добиться его можно будет только налаживая региональные связи в первую очередь с Азербайджаном, поскольку они разорваны вследствие войны до состояния отсутствия. Сейчас можно ожидать выполнения саботируемых Армении условий не только потому, что Пашинян пришел и делать будет это сам, но и потому, что после выборов начинается новый этап. Армянской политике, мол, передышка послевоенная прошла и надо действовать, подчеркнул российский эксперт. Он предположил, что Москва будет более активно содействовать исполнению обязательств, взятых Ереваном в рамках трехстороннего заявления. Армения, конечно, удивила, поскольку после военного поражения очень часто нации и страны хотят вождя с железной рукой, кровь, реванш и так далее. Армения этого не продемонстрировала, это хороший знак, в том числе и для региона, для всего мира. Так что, как мне кажется, это лучший возможный результат, отметил Наумов. Эксперт указал, что высокие показатели голосования за Пашиняна были в Сюникском районе Армении. Казалось бы, регион, который хотят хищно отобрать, использовать азербайджанцы. Однако жители района разгромно проголосовали за Никола Пашиняна, то есть очевидно, что сами жители. Сюника хотят создания коридора, который поможет им быть богаче, резюмировал Алексей Наумов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова